Совсем недавно подписчики подарили мне огромное количество петард. Сам такого не ожидал. И мне стало интересно, какая же самая мощная? Сейчас мы это проверим. Но так как петард ну очень много, и такое количество мне одному не взорвать, то в конце видео я устрою мега розыгрыш. Сейчас мы тут будем сильно шуметь. Первое в нашем обзоре это петарда П-1000. Посмотрите, как они классно смотрятся. Да, это пиратка, польского производства. Петарда установлена на пенопласте, для того, чтобы мы могли оценить, насколько сильная разрушающая волна будет от нее. Зажигалочка готова. Погнали! Ничего себе! Наш пенопласт долго не продержался. Первая же петарда его исплавила, что ли. Я не знаю, как это сказать. Тут видно плавление, трещины. Я шаглох на губах. Очень мощный взрыв. Рекомендую. Следующая петарда Голд Перл. Судя по номеровке, это Корсар Третий двухвзрывный. Этот атомный взрыв как бы намекает на то, что она будет очень мощная. Ну что, сейчас проверим, что нас тут ждет. Ничего себе! Какие они прикольные! Как мы видим, это фитильные петарды. Поджигаем. И шматриваемся. Давай! Вы видели, как она сверкала долго? Я думаю, что либо так и должно быть, либо она малеха бракована была. Сравните сами разрушения. П-1000 и Голд Реал. Заметно меньше. Ну что ж, приступаем к следующей. Это Пират Пират. К-0204. 12 штук. Тоже польская. Производитель Максим Фаерворкс. Ну что, смотрим на это чудо пиротехнической мысли. А на-ка! Ого! Мне же как-то не по себе становится. Они довольно здоровые. Сами петарды никак не помечены. Имеется вот такой черкач здоровенный. И что-то меня смущает вот это вот. Что это за ерунда вообще такая? Пошла! Я думал, будет слабее. Звук на самом деле очень громкий. Но вы смотрите сами. Все, разрушений нет. Возможно, потому что она стояла. Не ожидал. Рядом лежала упаковка. Чуть-чуть повредила. А, вот кусок петарды прям туда встрял. Так что петарды хорошие. Рекомендую. Есть еще такие вот петарды. Честно, вообще никаких нумеровок на них толковых нет. Сейчас распакуем. Посмотрим. Фирма тоже польская. Maxim Fireworks. Ground Bloom Flower. Давайте посмотрим, что это. Пошел, Родина. Я думал поначалу, что это просто розочка. Но вы видели, как она вращалась. Но под конец она довольно неплохо рванула. Весело засвистела. Звук такой басистый, приятный. Я ж не ожидал от такой маленькой петарды. Ну и следующая петарда называется Дзыга. А ты знаешь, что это такое? Вот такая огромная упаковка. Производитель Золотой Дракон. Давайте посмотрим, что тут внутри за монстр. Ничего себе! Сколько их тут много. Вытянул одну кассету. Ставим ее сюда. За качество зашикалок. Можно все нужда, но обходительное не буду. Во всякий случай лучше зашикалок. Походу это и все. Конечно, не рекомендуется быстро к ней подходить. Поэтому я не буду этого делать. Но, видимо, это была просто розочка. Даже нету взрыва. При раскручивании она ставила вот такой красивый след. Диамант Перл. А то уже Максим Фаервертс. Стоимость примерно та же. 7 рублей штука. Нам интересно услышать, как она звучит. Как интересно заглянуть, что там внутри. Прикольно! К-0204С. Судя по маркировке, это аналог 4-го Корсара. Давайте проверим. Послушаем, как она хлопнет. И насколько хорошо она разбросает эти же петарды. Если, конечно, хватит у нее мощности. Это она очень плохо зажигает сейчас. Я этого не ожидал. Скажу честно, да. Она очень долго думала. Вот после этого отрезка уже было впечатление, что все, ничего не будет. Но потом так влупило. Так дико влупило. Хорошая петарда. Рекомендую. Громкая. И с предупредительным треском перед взрывом. Так что сильно никого не напугает. Погнали дальше. Ну что ж, это наш классический Корсар. К-0204С. Ну, видимо, четверочка усовершенствованная. Стоит такой Корсар всего 5 рублей за штуку. Одна из самых доступных. 8. Это вся упаковка стоит в гривнах. Производитель Золотой Дракон. Сейчас. О-о-о. Тут мы видим какие-то шутихи. К-0204. Ну, видимо, это так оно переводится. Порохом, видим, заполнен до конца. Красненький у него красивый черкач. Загорает колесо. Лучше быстро отбивать. Я уже на шланг. Эта штука опасная. Нет, все-таки он оказался помощнее, чем я думал. Но с P1000 ни в какое сравнение не идет. Ничем не забрызана камера. Повреждений практически нету. Но звук очень хромкий. Даже петарды не отбросило. О, вот дырка есть. Смотрите. Хотя дырки не было. Вот тут повреждения, кстати, еще. Все-таки мощная штука. Петарда P2000. Мега пиратка. Польская. От того же производителя Maxim Fairworks. Смотрится очень аппетитно. Положу как можно дальше. Убирать их не буду. Все равно, чтобы оценить, насколько сильное разрушение. Вот так она выглядит, смотрите, для сравнения зажигалка. Размер, на удивление, очень маленький. Что-то тут вытягните. На вытянутой руке поджечь. И отойти на минимум 15 метров. Это как бы намекает, что мощь будет просто лютая. Если так далеко отходить надо. Поехали. Ну, я вам скажу, надо снимать вот это вот. Это настоящая бомба. Вот звук, как вот бомба рванула. Очень громко. Вот, ну, буквально, наверное, это рекорд по мощности того, что я слышал. Просто лютая дичь. Пенопласт нас просто в куски расшмотала. Если П-1000 там дырку большую прорвало, то это все порвало. Петарды эти, конечно, не улетели. Но вот как они стали лежать. Они были достаточно далеко. Это просто их звуковой волной вот так перемешало. То есть они, по-видимому, подпрыгнули. Вот, кстати, часть улетела. Явно это самая лютая мощь. Ну что, погнали дальше. Следующая на нашем обзоре это петарда Ахтунг. Как мы помним, в прошлом году она оказалась самой мощной. Но в этом году, видимо, с другой серии петарда она гораздо тяжелее. Выглядит очень устрашающе. И ожидается, что рванет просто дико мощно. Поэтому, чтобы обезопасить себя на всякий случай, я вот такой фитиль приклеил скотчем, чтобы она так быстро не рванула. Пошел. Отдеваем вообще, чтобы он не за пол километра. Взорвалось очень круто. Звук был, конечно, дикий. Но смотрите, пенопласт цел. Это говорит о том, что все-таки разрушающая сила у нее не такая уж и высокая. Заглушки остались целые. Это говорит о том, что в ней очень много гипса. Самого пороха не так уж и много. Так что большая еще не значит, что самая мощная. Ну что ж, вот мы и дошли до наших легендарных мегаджамп. Тоже, кстати, польские от производителя Комета. Сейчас посмотрим, насколько люто и мощно эти джампы у нас разнесут нашу опору. Пошло. Вот это я понимаю мощь. Вот это честный конкурент P2000. Она просто размолола наш пенопласт. Подводя итоги, скажу, что самая громкая и мощная петарда это P2000. Она заслуженно занимает первое место в нашем обзоре. Смотри, как она отбросила нашу сломую камеру. А пенопласт разорвала на мелкие кусочки. Второе место заслуженно занимает мегаджамба. Она тоже разорвала пенопласт на мелкие кусочки. Ну и третье место P1000. Как ты думаешь, а справится ли пиратка с кокосом? Выдержит ли защищенный смартфон мегаджамбу? И разорвет ли P1000 микроволновку? В следующем видео мы узнаем, на что способны эти самые мощные петарды. Ну а в конце, как я и обещал, большое количество петард я хочу разыграть среди зрителей. Пиши в комментариях, какую именно петарду ты хочешь. И уже через пару дней пройдет первый тур розыгрыша. Надеюсь, пиротехники хватит на всех.